МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу, чтобы вы поделились впечатлениями от игры в первый день. Кто настроен из вас на победу? Признавайтесь. Я. Алина настроена, а Ярослав? Готов сдаться уже прямо сейчас или будешь бороться? Готов сдаться. Ты что это? Главное участие, а не победа. Чего это ты готова уже сдаться, Ярослав? Мы еще поборемся, тем более ты наравне с Алиной идешь. Не надо мне такие настроения. Ну что ж, боевой настрой есть, а если нет, то поднимем сейчас. В стране безопасности, ребята, есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти через определенные испытания, которые я для вас приготовила. Вчера с этим условием вы уже столкнулись, а сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Отлично. Хорошо, тогда самое время начинать. Мы с вами вчера уже начали соревнование загадок про такие важные профессии, как милиционер, врач, регулировщик, пожарный. Сегодня мы продолжим эту тему, но для начала я хочу узнать, кем, ребята, вы хотите стать в будущем. Признавайтесь. Алин, ты кем хочешь быть в будущем, когда вырастешь? Я хочу быть в будущем воспитателем. Хорошая профессия, с детками. Да. Хорошо, Ярослав, а ты, какая у тебя мечта? Быть изобретателем. А, ты у нас изобретателем будешь. Отличная профессия. Ну, вы знаете, ребята, наверное, что плохих, ненужных профессий не бывает. Но есть такие профессии, без которых люди просто не могут обходиться. И нам пора начинать. Итак, подойдите каждый к своему стенду. Ярослав справа, Алина слева. Ребята, на каждом стенде у вас есть по две большие картинки с изображением профессии и несколько маленьких перевернутых картинок. Сейчас вам необходимо будет на скорость, ребята, все картинки, которые перевернуты, перевернуть, чтобы было видно, что на них изображено. И эти предметы имеют отношение к той либо иной профессии. Вам необходимо перевернуть и распределить, что относится. Кто у нас изображен? Врач. Врач и? Милиционер. Так, у Алины, допустим, врач и милиционер. Значит, под картинкой врача ты вешаешь все, что имеет отношение к его профессии. И также то же самое справа. Ну, например, мы же знаем, что художник не может обойтись, например, без кистей, без красок. Без своих предметов. Да. Вот, поэтому то, что относится к профессии, так и распределяем под этой картинкой. Понятные условия? Ярослав, тебе тоже понятно? Да. Ребят, за каждый правильный ответ одна фишка. Тот, кто справится с заданием, получит задание быстрее, получит еще одну. Как только будете готовы, вы говорите, я готов, я справился. Ярослав? Ярослав, кто давал старт? Хорошо, ребят, ну что, готовы стартовать? Да. Тогда на старт, внимание, марш! Как только кто-то из вас справится первым, говорите, я справился. Я справился. Тоже готова, да? Да. Хорошо, ну поскольку Ярослав у нас справился быстрее, проверим сначала Ярослава картинки. Чуть-чуть в стороночку встань, чтобы я видела. Итак, регулировщик. Первая картинка, правильно, жезл лежит, специальная форма, фуражка, хорошо. На второй картинке свисток изображен, да, он тоже необходим человеку этой профессии, регулировщику. И третья, как называется эта палочка под регулировщиком? Запоминай, жезл. Молодец, правильно, и пожарный. Каска, машина и огнетушители. Молодец, Ярослав, шесть правильных ответов, шесть фишек, еще плюс одна фишка за скорость. Итого, семь фишек ты заработал по максимуму, молодец. Я складываю в твою коробочку. Две, две, четыре, шесть и седьмая. Семь фишек в коробочке Ярослава. Алина, ну теперь твоя очередь. Итак, Алина, первая картинка, это у нас, знаешь, как называется этот прибор? Да. Как? Фран... я не могу выговорить. Фанендоскоп. Да, молодец, знаешь, начало хотя бы. Так, второе у нас что это? Это таблетки. Таблетки. Третье? Градусные. Умничка, все верно. Так, милиционер, что у нас первая картинка это? Шляпа. Ну только не шляпа, шляпа это у дамы шляпа, а у милиционера это фуражка. Вторая картинка. Пистолет. Пистолет и третья? Пистолет куда кладется? Как называется это? Это кобура. Да. Кобура. Молодец, Алин. Все правильно? Шесть фишек ты заработала. Молодец. Присаживайтесь, ребята. Итак, шесть фишек у Алины и семь фишек после первого конкурса у Ярослава. Молодцы. Ну что ж, ребятки, первый конкурс сыграли и сейчас самое время для встречи с кем? С экспертом по безопасности, знакомство с которым произошло у нас с вами вчера. Как его зовут этого дядя? Вы запомнили? Виталий. Дядя Виталий. Хорошо. Ребята, здравствуйте. 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 Мы вчера уже успели с вами познакомиться и вы знаете, как меня зовут и где я работаю. Но для наших маленьких телезрителей я представлюсь еще раз. Меня зовут дядя Виталий. Ребята, наступает летняя пора. И самый лучший двухколесный друг в это время – это велосипед. Это не только развлечение. Езда на велосипеде хорошо влияет на здоровье, развивается ловкость, равновесие и выносливость. Но порой наш друг может стать интересен воришке, который с радостью его угонит. Сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы велосипед никто не украл. Запоминайте, эти знания пригодятся вам сегодня и в финальной игре. Итак, для того, чтобы сохранить своего двухколесного друга в целости и сохранности, надо соблюдать несколько простых правил. Попросите родителей сфотографировать велосипед и записать номер на раме. Велосипед можно и даже нужно поставить на учет в милицию. Там вам выдадут красивую наклейку, поставлен на учет в милицию, которую можно наклеить на раму, показав всем, что ваш велосипед трогать нельзя. Конечно, не стоит оставлять велосипед без присмотра, но если так случилось, то обязательно пристегните его велозамком, даже если отлучаетесь буквально на минутку, чтобы погонять мяч с друзьями. Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, в школе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут. Не стоит доверять присмотру за велосипедом случайным и незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька. Если все же ваш велосипед украли, сразу вызывайте милицию. Она обязательно поможет поймать воришку и найти вашего имущества. На сегодня это все. А я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Сейчас мы проверим, насколько внимательно вы слушали дядю Виталию. Конкурс называется, уже знакомый для вас конкурс, зелено-красный. Карточки мы получаем. Красную поднимаем, если не согласны, а зеленую, если согласны. Все помните, все знаете, я думаю, можно начинать. Подождите. Я хочу поменять конкурс. А тебе будет видно? Хорошо, вот так, хорошо, да. Помимо того, что у вас будет возможность заработать фишку за правильный ответ, еще фишку. За скорость. За скорость. Итак, начинаем. Первая фраза. Для того, чтобы велосипед не украли, его надо зарегистрировать в милиции и сфотографировать. Правильно. Одновременно и верно. Поэтому по две фишки, ребятки, вам молодцы. Держи. Ближе коробочку давай ко мне, я расслаблю в доквасе. Вот так. Хорошо. Вторая фраза. Велосипед можно не пристегивать, если вы отошли ненадолго. Посмотрела, как отреагирует Ярослав. Ответила правильно, но Ярослав молодец был. Быстр и верен. Молодец. Молодец. Третья фраза. Нельзя доверять присмотру за велосипедом случайным незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька. Да. Ребята, вы разве считаете, что можно доверить незнакомым людям велосипедом? Нет. Нельзя. Надо было поднять зеленую карточку. Ошиблись немножечко. Поэтому фишки остаются у меня. Но ничего. Есть еще одна фраза. Я надеюсь, вы среагируете правильно и быстро. Если велосипед украли, можно не заявлять. В милицию там такими мелочами не занимаются. Вот сейчас я вижу, исправились. Молодцы. Правильно ответили. В милицию, конечно же, нужно обращаться в случае кражи велосипеда вашего. Правильно, ребята. Молодцы. По две фишки вам вручаю. Итак, ребята, на сегодня это все задания. Клади карточки Ярослав на стол. Давайте считать, сколько фишек вы сегодня заработали. Ярослав, сколько? 13. Хорошо. Алина, сколько? 12. Отлично. Итого, ребята, равный счет у вас. Вы поменялись прям местами. У Алины было 13, сейчас 12. 15, 25. У Ярослава было 12, а сейчас 13. Тоже 25. Вот так дела. Я же говорила, сильные, равные. Давай. Ребята, полпути прошли. Но впереди у нас еще две передачи. Будем продолжать бороться. Нам же все-таки нужно определить победителем. Ребята, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова